Здравствуйте, уважаемые зрители! Продолжаем отвечать на вопросы, задаваемые зрителями вопросом. За что работодатель вправе применить к работнику дисциплинарное взыскание? Дисциплинарное взыскание – это наказание сотрудника за проступок на работе. Его виды перечислены в статье 192 ТК РФ. Их всего три. Замечание, выговор, увольнение по собственным основаниям. Никаких строгих выигрывок, вопреки расхожему убеждению, кодекс не определяет и не знает. Федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине – это часть 5 ст. 189 ТК – для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания. Например, для работников внутренних дел, военнослужащих Вооруженных сил РФ, других войск, Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ, Следственного комитета РФ, прокуратуры, государственных служащих, работников рыбопромыслового флота, морского и железнодорожного транспорта, организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты. При выборе вида дисциплинарного взыскания директор должен учитывать тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был завершен. А увольнение, как вид дисциплинарного взыскания, он может применить только за неоднократное неисполнение работникам без уважительной причины трудовых обязательств. Если работник имеет неснятое дисциплинарное взыскание, то есть ранее ему было объявлено замечание или выговор, а для прокуратуры, особенно военной, и выговор, и строгий выговор, и даже вплоть до предупреждения о неполном служебном соответствии, это касается военнослужащих, вооруженных сил, военнослужащих войск Национальной гвардии, однократное грубое нарушение работникам трудовых обязательств. Это прогул, то есть отсутствие на рабочем месте без уважительной причины в течение всего рабочего дня либо смены, независимо от ее продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительной причины более четырех часов подряд в течение всего рабочего дня и смены. Появление работника на работе на своем рабочем месте либо на территории организации работодателя или объекта, где по поручению работодателя работник должен выполнять трудовую функцию в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Разглашение, охраняемое законом тайны, она может быть государственной, коммерческой, служебной, ну или иной, ставшей известной работнику в связи с исполнением им трудовых обязанностей, в том числе это касается разглашения персональных данных другого работника. Совершение по месту работы хищения, в том числе мелкого, чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных, вступивших в законную силу приговором суда, ну или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях, установленного комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, нарушение работникам требования охраны труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие последствия, несчастный случай на производстве, авария, там, катастрофа, либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий. Принятие необоснованного решения руководителям организации, филиалам, представительствам, заместителям и главным бухгалтерам, повлекшее за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его использование или иной ущерб имуществу организации. Повторное в течение одного года педагогическим работникам грубое нарушение устава организации, осуществляющее педагогическую деятельность, дискварификацию спортсмена на срок до 6 месяцев и более, нарушение спортсменам антидопинговых правил, нарушение по месту работы в связи с обстановлением трудовых обязанностей, виновных действий работникам, непосредственно обслуживающим денежные и товарные ценности, если эти действия дают основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя, непринятие мер сотрудникам, служащим работникам или непосредственным руководителям, работодателям по предотвращению или урегулированию конфликта интересов стороной, которой он является, непредставление или представление неполных и недостоверных сведений о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, в случаях, когда работник по законодательству обязан предоставлять такие сведения. Совершение по месту работы в связи с исполнением трудовых обязательств работникам, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени необходимого на учет мнения представительного органа работников. Но в любом случае дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки, не позднее двух лет со дня ее совершения. До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника письменное объяснение. При непредоставлении объяснения в течение двух рабочих дней работодатель составляет об этом соответствующий акт. Непредоставление работникам объяснения не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания. То есть приказ распоряжения работодателя применения дисциплинарного взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным приказом распоряжения под роспись, то составляется соответствующий акт. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается как не имеющий дисциплинарного взыскания. Работодатель, то есть течение года со дня применения дисциплинарного взыскания, имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников. Если работодатель применил к работнику непредусмотренный законодательством вид взыскания, или не соблюдает вышеуказанную процедуру наложения дисциплинарного взыскания, или работник не согласен с наложением на него дисциплинарного взыскания, то с защитой своих прав работник вправе обратиться в территориальный орган Роструда, Государственную инспекцию труда, в том числе через такой ресурс, как интернет. А также имеет право обратиться в суд. Дисциплинарные взыскания по Трудовому кодексу носят нематериальный характер. Это значит, что зарплата работника не пострадает. При этом его не лишат честно заработанных денег. При этом штраф или лишение премии не считаются взысканием. Такие наказания работник может обжаловать в суде и будет прав. И все-таки лишить премии могут. Но об этом я хотел бы с вами поговорить в следующем видео. Спасибо большое за внимание. Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем ответы на ваши вопросы. Для обоснованного лишения премии что необходимо? Для обоснованного лишения премии желательно, чтобы в Трудовом договоре была информация о том, что премия – это выплата, которая назначается по решению работодателя в порядке, предусмотренным вашим локальным нормативным актом о премировании, принятым в соответствии с частью 2 статьи 135 Трудового кодекса Российской Федерации. В локальном нормативном акте о премии должно быть указано, что премия – не безусловная обязанность работодателя, а стимулирующая выплата. В вашу пользу будет говорить следующее условие в локальном нормативном акте о премии – премия – не гарантированная выплата, ее размер не фиксированный. Работодатель может принять решение о выплате в зависимости от оценки результатов труда и финансово-хозяйственных результатов. Если у вас нет специального локального нормативного акта о премии – проверьте, есть ли необходимые условия в вашем коллективном договоре, при наличии такого. Проверьте, есть ли такой специальный порядок оформления в локальном нормативном акте о премии – или в коллективном договоре, если таковое у вас есть. Если такой порядок предусмотрен, строго следуйте ему. Если этого не сделать, то в случае судебного спора несоблюдение такого порядка может свидетельствовать не в вашу пользу. Если специального порядка оформления у вас нет, на мой взгляд, достаточно издать приказ о лишении премии и поставить в известность вашу бухгалтерию. Это чтобы избежать ошибочного начисления. Вы можете проинформировать работника о лишении премии, ознакомив его таким образом под роспись с таким приказом. Составьте приказ о лишении премии в произвольной форме, так как нормативно установленная форма просто отсутствует. Рекомендую указать в приказе следующую информацию. Данные работника, которого вы лишаете премии, его фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение при наличии таковых. Период, за который премия не будет выплачена, основание для лишения премии со ссылкой на пункт документа, в котором это основание предусмотрено. В качестве приложения к приказу укажите документы, на основании которых вы решили лишить работника премии. Желательно вместе с приказом хранить копии таких документов, так вы быстрее восстановите историю, если работник обратится в суд, и вам придется собирать доказательства. Если премия установлена в фиксированном размере, если положение трудового договора с работником предусмотрено, что премия это часть заработной платы, которая ежемесячно в фиксированном размере не отчисляется работнику, лишить его такой премии нельзя. В соответствии с частью 2 статьи 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан выплачивать заработную плату, причитающуюся работнику в полном размере. Если размер премии определяется в зависимости от оценки результатов труда, если в соответствии с локальным нормативным актом учреждения, трудовым договором, размер премии определяется в зависимости от оценки результатов труда и финансовых хозяйственных результатов, то есть выплата премии это не безусловная обязанность работодателя, то в случае невыполнения работников планов, поручений, заданий и так далее, размер премии может быть снижен, либо она может быть вовсе отменена. При этом должны иметься четкие основания для лишения работника премии, уменьшения ее размера. Какие же основания для лишения премии и уменьшения ее размера? К основаниям для лишения премии, когда работодатель вправе не начислять ее работнику, можно и отнести основания напрямую, связанные с недобросовестным исполнением работников и его трудовых обязанностей. Например, невыполнение плана работы, в период за который начисляется премия. Кроме того, как выяснили, дисциплинарное взыскание в виде лишения премии нормативными документами, это я в предыдущих видео уже озвучивал, не предусмотрено. Вместе с тем, наличие у работника дисциплинарного взыскания, например, замечания или выговора, в периоде за который начисляется премия, может стать основанием для его лишения. Для этого необходимо указать данное основание депримирования в локальном нормативном акте учреждения. Это письмо Минтруда Российской Федерации от 14 марта 2018 года, номер 14-1, дробь ООГ-1874. Иными словами, вместе с объявлением выговора лишить работника премии можно, если в локальном акте о премии предусмотрено, что допускается лишение премии при наличии дисциплинарного взыскания, в периоде за который оно начисляется. Итак, в целом, в предыдущих двух видео, в видео сегодняшнем, ну и для справки будет в следующем видео, немножко я в принципе изложил все аспекты начисления премии и порядка ее лишения работодателям. Все остальное является незаконным. Спасибо большое за внимание. Здравствуйте, уважаемые зрители. Продолжаем такую тему, как ответы на вопросы. Итак, таким образом, система оплаты труда включает в себя в том числе и премию. В соответствии со статьей 135 Трудового кодекса Российской Федерации, заработная оплата работнику трудовым договором устанавливается в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. Системы оплаты труда включают размеры тарифных ставок, окладов, должностных окладов, доплат и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях отклоняющихся от нормальных систем доплаты надбавок стимулирующего характера. И системы премирования устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативно-правовыми актами, содержащимися в форме трудового права. Локальный нормативный акт, предусматривающий стимулирующие выплаты, должен приниматься с учетом мнения представительного органа работников. Виды премий надбавок за стаж работы и организации доплат за профессионализм категории работников, которым они начисляются, размер стимулирующих выплат, показатели премирования, основания и пределы лишения либо уменьшения премий могут быть определены положениями опримирования, либо другими подобными регламентами. В положении опримирования работника в качестве основания лишения или уменьшения премий может быть определено наличие дисциплинарного взыскания. В трудовом законодательстве порядок оформления лишения или снижения премий не установлен, поскольку сама система премирования регулируется на уровне локальных нормативных актов. Лишение или снижение премии тоже должно опираться на положение соответствующих локальных актов, поэтому в приказе о премировании не требуется учитывать данные о том, на каком основании конкретному работнику не начислено премий или снижен ее размер. При увольнении по любому из оснований все суммы, причитающиеся работнику, в том числе зарплата за отработанный период, должны быть выплачены ему в день прекращения трудовых отношений. В противном случае работодатель может быть привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 5.27 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. А в случае совершения такого нарушения повторно по части 4 статьи 5.27 КОАП Российской Федерации, Если премия начислена работнику согласно приказу о премии, принятому до его увольнения, то она должна быть выплачена. В случае, если приказ о премировании работников предприятия был издан после увольнения данного работника, то оснований для включения его в приказ не имеется, так как на момент издания приказа он не состоит в организации в трудовых отношениях. Иначе суд в случае спора может посчитать неначисление работнику премии безосновательным, несмотря на наличие у него взыскания. Вместе с объявлением выговора лишить работника премии можно, если в вашем локальном нормативном акте о премировании предусмотрено, что работника допустимо лишить премии при наличии дисциплинарного взыскания, в периоде, за который она начисляется. Минтруд России также отметил, что в положении о премировании дисциплинарное взыскание может быть одним из оснований для решения уменьшения премии. Это письмо от 14 марта 2018 года. Номер 14-1 дробь ООГ-1874. Перед тем, как применять решение о лишении работника премии, рекомендую еще раз проверить все документы о премировании. Это поможет вам в дальнейшем оценить, насколько ваша позиция будет иметь вес в суде, поскольку лишение премии потенциально конфликтная ситуация с работником. Проверьте следующие документы. Это трудовой договор работника. Если в нем содержится информация, что премия это часть заработной платы, которая ежемесячно в фиксированном размере начисляется работнику, лишить его такой премии нельзя. В соответствии с частью 2 статьи 22 Трудового кодекса Российской Федерации, вы обязаны выплачивать за зарплату причитающуюся работникам. Здравствуйте, уважаемые зрители. Ну и заканчивая, о премировании работников, порядке ее решения наложения дисциплинарных взысканий для справки. Нельзя применять дисциплинарное взыскание в случае, если функция, которую не выполнял работник, не входит в его должностные обязанности. Ну, это, например, нужно смотреть операционные определения Алтайского краевого суда от 27 февраля 2019 года. Нижегородского областного суда от 4 сентября 2018 года. Ну и Приморского краевого суда от 6 августа 2019 года. Также судьи полагают, что нельзя применять дисциплинарное взыскание, если в действиях работника отсутствует вина. Это апелляционное определение Верховного суда Республики Крым от 11 сентября 2017 года. 11, прошу прощения, июля 2017 года. Ростовского областного суда от 18 августа 2016 года. Анализ формулировок локальных нормативных документов и трудовых договоров перед тем, как принять решение о лишении работника премии, снижение ее размера, рекомендую проверить формулировки документов о премировании. Это поможет оценить, насколько позиция учреждения будет весомой в суде, поскольку лишение премии – это потенциально конфликтная ситуация с работником. Итак, лучше проверить следующие документы. Еще раз, трудовой договор с работником, если в нем содержится информация, что премия – это часть заработной платы, которая ежемесячно в фиксированном размере начисляется работник. Лишить его таковой премии нельзя. Для обоснованного решения желательно, чтобы в трудовом договоре была указана информация о том, что премия – это выплата, которая назначается по решению работодателя. В порядке предусмотрен локальным нормативным актом о премировании, принятым в соответствии со статьей 135 Трудового фодекса Российской Федерации. Локальный нормативный акт о премировании, если работник планирует регулировать размер премиальных для работников, в локальных нормативных акте должно быть указано, что премия – это не безусловная обязанность работодателя, а стимулирующая выплата. В пользу работодателя будет говорить следующее условие в локальном нормативном акте о премировании. Премия – не гарантированная выплата, ее размер не фиксируется. Работодатель может принять решение о выплате в зависимости от оценки результатов труда, финансово-хозяйственных результатов. Следующий документ – это коллективный договор. Если в учреждении нет специального локального нормативно-правового акта о премировании, нужно проверить, содержатся ли необходимые условия в коллективном договоре при его наличии. Если они есть, следует строго придерживаться установленного порядка. Если же этого не сделать, то в случае возникновения судебного спора несоблюдения порядка может свидетельствовать не в пользу учреждения. Следующий документ – это приказ о лишении и уменьшении размера премии. Если специального порядка лишения и уменьшения размера премии в учреждении нет, достаточно издать соответствующий приказ и поставить об этом в известность бухгалтерию, чтобы избежать ошибочного начисления. О лишении, снижении размера премии нужно проинформировать также работника, ознакомив его под роспись с приказом. Приказ составляется в произвольной форме, так как нормативно установленная форма просто отсутствует. Рекомендуется указать в приказе следующую информацию. Данные работника, у которого решили премию – это фамилия, имя, отчество, должность, структурное подразделение при доличии таковой, период, за который премия не будет выплачена, основания для лишения премии со ссылкой на пункт документа, в котором данное основание предусмотрено. Желательно вместе с приказом хранить копии документов, на основании которых работника лишили премии. Так можно будет быстрее собрать необходимые сведения в случае, если работник обратится в суд. В зависимости от того, как сформулированы условия о выплате премии, в коллективном договоре, локальном нормативном акте и трудовом договоре с сотрудником, работодатель вправе, ну или не вправе, регулировать размер премии или премиальных выплат. Если премия установлена в фиксированной сумме, он обязан выплачивать ее в полном размере. Если в соответствии с локальным нормативным актом, учреждения, коллективным или трудовым договором, размер премии рассчитывается в зависимости от оценки результатов труда. При определенных обстоятельствах работника можно лишить премии, либо снизить ее размер. Основаниями для этого могут послужить невыполнение плана, в период за который начисляется премия. Наличие дисциплинарного взыскания, в период за который начисляется премия. Но следует при этом помнить, что применить к работнику дисциплинарное взыскание в виде лишения премии нельзя. Также нужно учитывать, что суд может посчитать незаконным лишение премии, если оно безосновательно. Или осуществлено по основанию, не предусмотренным локальным нормативно-правовым актом. Итак, уважаемые зрители, в сегодняшнем видео я заканчиваю вопросы примирования и дисциплинарных взысканий. Надеюсь, что для вас они были полезными и интересными. Спасибо большое.